Мы с вами продолжаем послание к римлянам и сегодняшний текст это римлянам 15 глава с 1 по 6 стихи Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию Ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословия злословящих тебя пали на меня И все, что писано было прежде, написано нам в наставление Чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду Бог же терпение и утешение додорует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа Господи, я благодарю Тебя за этот текст Благослови сейчас говорить проповедь в силе Духа Святого Пусть всех нас касается Слово и растворяется верой во имя Иисуса Христа Аминь Когда я читаю этот текст, я вижу, что здесь апостол Павел говорит о шагах к единству Я нашел здесь четыре шага, может быть вы будете более внимательны, увидите больше Но Павел говорит здесь о тех шагах, которые способствуют единству Вы видите вот этот текст? Я не о нем буду проповедовать, но здесь вот тоже, да, похоже Стараясь сохранять Духа в единстве мира, в своем мире одно тело, один дух Пастор, который выбрал этот текст и который сюда его поместил Я спросил, а почему этот текст? И пастор сказал мне, что, ну он мечтает, чтобы в церкви было единство Чтобы все были в одном единомыслии Я посещаю разные церкви Я был в разных местах, я разговариваю с разными пасторами Я спрашиваю, какие у вас есть мечты по отношению к вашей церкви? Ну конечно же, все мечтают, чтобы церковь росла, увеличивалась Люди новых приходили, хаялись, нормально Ну я дальше спрашиваю, а что еще? И большинство из них говорит, что мы мечтаем, чтобы было единство Вот единомыслия, чтобы все в одном духе, едиными мыслями были соединены друг с другом Там не было конфликтов, споров, еще чего-то Даже мы с вами тоже, у нас есть молитвный календарь И в молитвном календаре мы молимся о единстве в церкви Иметь единство в церкви – это нормально И вот здесь вот апостол Павел как раз и дает вот эти четыре шага Которые говорят о единстве Знаете, чем больше верующие люди находятся вместе, тем чаще у них происходят конфликты Я жил в христианских общежитиях, я знаю своих соседей, с которыми я жил И я слышал, как у них конфликты происходили там в семьях между друг другом Я жил в холостяцких общежитиях И потом я слышал, как братья жаловались друг на друга, что из холодильника в христианском общежитии пропадают продукты Я слышал от многих христиан, которые говорили, вот как было бы здорово Если бы, вот как в первой церкви, церковь вместе была бы постоянно День и ночь, вот как вот в зияниях апостолов написано Но, наверное, эти люди не очень внимательны Они не видят, как там дальше написано, как эти люди, которые были вместе И среди этих всех вместе умерли первые анании с аквиром Потому что оказалось, что у них у всех есть единство Как только церковь получила гуманитарную помощь, все вообще пошло в разнос Что даже апостолы должны были вовлечься, да, то есть церковь хотела вовлечь апостолов Но апостолы сказали, нет, 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 мы вот сейчас туда вовлечемся Все, мы там просто погрязнем во всех этих вопросах Мы будем вот молиться и Библию читать Выбери там себе деканов, они выбирают деканов и деканы начинают решать вопросы Я знаю, вот изучая каждое послание Нового Завета Я вижу, что практически в каждой церкви были проблемы, которые связаны с отсутствием единства Даже в Риме, в римской церкви, в которой апостол Павел пишет это письмо Были те, кто говорили, что нужно есть только овощи Были те, которые утверждали, что нужно есть мясо Были те, которые там говорили, что мы иудеи, поэтому с нами Христос, мы ближе к Богу Были язычники, которые говорили, что мы вообще весь мир покорили И кто тут такие пришли к нам, мы-то уж самого Христа Если говорить о Каринской церкви, то там тем более были разделения, их было Марса И вот здесь апостол Павел в этом тексте дает несколько шагов, которые 100% приведут человека, церковь, к единству во Христе Иисусе Ну и давайте поговорим об этих четырех шагах И первый шаг для того, чтобы в церкви было единство, а в церкви есть сильные верующие и слабые верующие Сильные думают, что, ну точнее не хотят признавать, что они слабые, слабые думают, что они сильные Но мы об этом всю 14 главу говорили И вот здесь вот апостол Павел говорит, теперь мы сильные должны не себе угождать, а ближнему Первый шаг к единству это угождать не себе, но ближнему И вот в этом-то и проявляется сила Сила в том, чтобы угождать не себе, а ближнему В первом стихе этой главы Павел начинает Мы сильные Он же не начинает объяснять, кто есть сильный И поэтому он посвятил всю 14 главу А здесь он говорит, мы сильные Должны сносить немощи бессильных и не себе угождать Вот в чем сила веры Я хочу угождать другому Что это значит угождать? Думать о нем, размышлять о нем Как мне сделать так, чтобы у меня с этим человеком были хорошие, добрые взаимоотношения Ради него жить, помочь ему Знаете, порой вот ближнего с его мнением очень сложно принять Потому что оно может отличаться от нашего мнения Но апостол Павел говорит, нет-нет, если ты хочешь единства в церкви, ты должен угождать вот этому не сильному Во втором стихе апостол Павел скажет следующее Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию Если вы прочитаете еще раз этот текст, всего лишь 6 стихов То вы увидите, что в этих 6 стихах трижды используется слово угождать Угождать, угождать, угождать И апостол Павел говорит, что ты в сильной вере смири свое эго и начни угождать ближнему своему Знаете, угождение обычно не принято в этом мире Потому что если ты вдруг ни с того ни с сего начинаешь угождать всем То есть ты какой-то слабохарактерный Что-то ты перед этим лебезишь И этому помогаешь, тому помогаешь А где твой стержень, где твое я? Но Священное Писание говорит, что христианин должен мыслить о ближнем Помните эту историю, когда к Христу подходит человек и спрашивает его, ну какие из наибольших заповедей? И Христос отвечает, первое возлюби Господа Бога и второе подобное ей возлюби ближнего своего И этот человек сразу, ну, да я, вот я все это соблюдаю, а кто же мой ближний? И дальше Христос рассказывает историю о самарянине, который на самом деле случай произошел на дороге И два чужих человека встречаются, один избитый, а другой даже не еврей И вот этот не еврей, вот этому еврею, когда другие евреи прошли мимо, потому что там был коротвященник, левит, еще кто-то Левит не помогает И здесь возникает вопрос всегда, кто же мой ближний? И здесь речь идет о твоем брате или сестре во Христе, вместе с тобою Угождай ради его блага, угождать ближнему, не себе Сильный способен принять немощного, и не просто принять, но и даже его угождать Не просто побыть с ним какое-то время, но спросить его, чем я могу тебе помочь, как я могу тебе послужить В моей жизни были разные примеры Например, я был миссионером в Казахстане, и там была одна женщина, может быть, я уже рассказывал Она такая в теле, выше меня вот роста, наверное У нее такие большие глаза, очки, которые тоже увеличивали ее, ну как бы, и так не маленькие глаза И она вот так вот смотрела на все, знаете, и я, значит, сторониться Ну, знаете, послушать на этот человек и кажется, ну, какой-то бешеный, вот с такими глазами И я смотрю, что не я один, другие тоже от нее сторонились И я думаю, господи, что же это за человек? И потом выясняется, да, этот человек болен, у нее шизофрения У нее шизофрения И большинство людей в церкви начинают сторониться ее, потому что у нее есть обострение, как у многих шизофреников А Бог почему-то меня свел с ней, потому что она сама начала О, вы сюда к нам приехали, а пойдемте я вас сюда проведу, сюда проведу Начала мне что-то показывать, по городу, еще что-то И потом она мне говорит, самое страшное, что было в моей жизни на тот момент А давайте я вас свожу в психбольницу, где я прохожу лечение Как? Что? Кого я там буду? Что я там буду делать? Мы приезжаем в психбольницу, со мной встречается врач, отделение И говорит, вот, эта женщина, мы ей очень доверяем, она христианка Всех психически больных, которые вот как-то не так выглядят, но их моют, ухаживают за ними, служат этим людям И я бы хотел, чтобы вы приходили два раза в неделю к нам и просто разговаривали о Боге с этими людьми Я помню первое мое богослужение среди этих людей, где сидят эти больные У кого еще что-то, вот они здесь И эта женщина говорит, вот, пастор, он сейчас будет вам проповедовать Ну, не пастор, а миссионер, когда я был миссионером Он будет вам проповедовать о Боге Я проповедую, я вижу, люди плачут, люди раскаиваются, как мне кажется А она потом мне говорит, ты сильно на это не обращайся Они все под препаратами, но Слово Божие действует Вот так вот человек, который, казалось бы, был пренебреженный На самом деле, открыл двери туда, для Евангелия, куда, наверное, бы никто не пошел Очень часто так происходит, что тот человек, которому мы где-то пренебрегаем Чаще всего становится дверь, открытая дверь для какого-то дела Божьего, для какого-то служения Поэтому сильный должен не себе угождать, не своему благу, не своему эго А тому, чтобы угождать ближнему своему Знаете, если человек достаточное количество ходит в церковь Но при этом не научился служить другим людям, он духовно слаб И вот эта вот духовная слабость, я бы даже так ее назвал, духовная болезнь Духовная, ну так назовем, инвалидность Потому что, когда апостол Павел использует слово немощный Он использует слово астения, от которого произошла болезнь астеническая Мы знаем, что это человек, который лежит, не может не подняться Ничего, вот он лежит, как будто прикован к кровати И вот, и это слово здесь используется В нашей стране не очень хорошо развита вот эта вот среда для инвалидов Ну, у нас, по крайней мере, есть места для инвалидов Если я подъезжаю, если я вижу, что место для инвалидов Я стараюсь там не... не то, что стараюсь, я 100% там не паркуюсь Если я припарковался, не заметил, я вышел, увидел знак Я обязательно перееду, на местах для инвалидов я не паркуюсь Для инвалидов уплачивается какое-то пособие, еще что-то, да? То есть, какая-то работа с ними проводится Их, может быть, какое-то лечение им дают В других более развитых странах гораздо больше для инвалидов каких-то благ У нас меньше, может быть, хотелось бы больше Но если вы возьмете инвалида, любого инвалида И спросите, вот смотри, у тебя есть парковочное место Тебя возят там в какую-то там санаторий, может быть У тебя есть пособие, ты можешь не работать А вот скажи, пожалуйста, вот имея все это Ты бы хотел избавиться от своей инвалидности? Я абсолютно верен, что большинство из них скажут Я бы хотел избавиться Я бы хотел избавиться от этой болезни Я бы хотел быть полностью здоровым Многие просят молиться об этом, еще что-то Инвалид, даже имея все блага, которые у него есть Он хочет избавиться от своей болезни, чтобы быть здоровым Но почему-то, к сожалению, вот духовная инвалидность Хотя есть возможность избавиться от нее, люди не избавляются Духовная инвалидность, когда человек постоянно угождает только себе Это мое место, это я здесь, это для меня, это еще что-то Вот эту духовную инвалидность люди могут годами Годами не принимать кого-то Годами не угождать другим людям Угождать только себе Мне нравится Иаков Иаков это брат Иисуса Христа Знаете, что сказал Иаков? Это, наверное, то, что я бы не позволил бы, наверное, никогда Но он обратился к церкви с такими словами Прелюбодеи и прелюбодеица Представьте, выходишь за кафедру, проповедуют Не братья и сестры, а обращаешься к прелюбодеи И я не думаю, что надо глупо спокойный тон Он, я думаю, жестко сказал Просите и не имеете, потому что просите не для служения А для вожделения ваших Поэтому и не получаете Он четко обличает вот эту вот духовную инвалидность Желание угождать только лишь себе Апостол Павел скажет Если ты хочешь иметь единство в церкви То недостаточно только прилеплять тексты из священного писания Нужно еще для этого что-то делать И первый шаг Начни угождать своему ближнему И это приведет тебя к тому, что ты станешь немножко ближе На один шаг ближе к единству И вот дальше апостол Павел дает второй шаг Второй шаг к единству Это поступать так, как поступал Христос Потому что в третьем стихе он именно это и скажет Ибо Слово ибо Русское слово означает Потому что То есть угождай своему ближнему Почему я должен ему угождать? Вы видели этого Лысого человека? Почему я должен ему угождать? Не хочу! Да кто он такой? Этот человек может также сказать А почему ты Ко мне вот так вот обратился? Ты должен попросить вежливо Где слово пожарное? Я понимаю, что нужно быть всегда вежливым Но при этом Нужно обратить на Иисуса Христа Ибо и Христос Ибо и Христос Не себе угождал Но как написано Злословие Злословящих тебя Пали на меня Сам Христос Угождал не себе А кому угождал Христос? Если вы почитаете 4 Евангелия То увидите, что Христос Всегда угождал Богу Отцу Он не себе угождал А Богу Отцу И при этом Угождая Отцу Он угодил всем нам Потому что Угождая Отцу Он пошел на крест Умер за нас За наши грехи И теперь мы можем приходить Сказать Господи, спасибо тебе За то, что ты не себе угождал В прошлый раз Мы с вами читали этот текст Из филиппийцев Где сказано Что он принял образ раба Чтобы приобрести нас Угождая Богу Угодил Богу Он приобрел нас И теперь и мы Угождая Христу Угождаем ближнему Это есть В этом есть взаимоотношения Взаимосвязь Невозможно угодить Христу Если ты не угождаешь ближнему Невозможно Невозможно сказать Ты знаешь Ты для меня не важен Для меня важен Только лишь отношение со Христом Для Павла было не так Я знаю одного человека Который бросил свою жену С детьми И когда я спросил его Почему ты это сделал Он сказал Что моя жена мешает мне Обращаться и молиться к Богу Я хочу обращаться к Богу Она вот там ходит Дети, дети, дети Что-то нужно делать А я хочу обращаться к Богу Конечно же Таким образом Он не угодил Богу Христос не себе угождал А угождал Богу И вот здесь Апостол Павел говорит Приводит текст Из Ветхого Завета Злословие Злословище Тебя пали на меня Я думаю Откуда этот текст Апостол Павел цитирует Здесь Псалтирь Псалом 68 Это получается Десятый стих Вторая его часть Можно не открывать Там то же самое Злословие Злословище Тебя пали на меня Вот что скажет Павел Обращаясь По отношению Ко Христу И это Псалом Давида Давид молится о себе Он говорит Что злословие Злословище Тебя пали на меня То есть люди Противостоят против Бога И вот это противостояние Упало на меня И я начал читать Весь этот Псалом Давайте я прочитаю вам Ну не весь С восьмого стиха Ибо ради тебя Несу я поношение И бесчестием Покрываю лицо мое Давид говорит о себе Он говорит Что Господи Ради тебя Я несу поношение И покрываю лицо мое Чужим стал я Для братьев моих И посторонним Для сынов матери моей Ибо ревность По доме твоем Снедает меня Давид вот что говорит Что я настолько люблю Бога Что даже другие люди Начали злословить меня Но я не оставляю тебя Потому что ревность По доме твоем Ревность О божьем храме Она внутри И ест меня И я хочу прийти туда Ибо ревность По доме твоем Снедает меня И злословия Злословящих тебя Пали на меня И плачу И постясь Душую моею За это ставят Они мне В поношение меня Я возлагаю На себя Вместо одежды Вретища И делаю для них Притчу А мне толкуют Сидящие у ворот И поют в песнях Пьющие вино А я с молитвой Моею к тебе Господи Во время Богоугодное Божие По великой Благости Твоей Услышь меня В истине Спасения Твоего Давид говорит о себе Павел говорит Что это о Христе Христос Злословия Которые были на Богах Принял на себя И вот в контексте Взаимоотношений С ближним Как этот текст Вообще соотносится Знаете На самом деле Чтобы угодить другому Это равноценно Злословию У меня есть гордыня Ну Может быть Вы избавлены От такого греха У меня есть гордыня И мне хочется Чтобы ко мне Относились с почетом И подходит ко мне Человек говорит Ну-ка там Как ты ко мне Вообще относишься Что такое происходит И на самом деле Мне начать Такому человеку Угождать Сказать Да Я раб ничего не стоящий Хорошо Что тебе сделать Чем тебе помочь И вот это вот Акт Вот этой вот С одной стороны Агрессии От этого Немощного вери Ко мне Может быть расценен Как некое Злословие Понимаете Смирение Оно по эмоциональному Составляющему Похоже на злословие Так как будто бы Тебя унижают Потому что Смирение Это всегда Кто-то приходит И начинает тебя смирять Дима Ну-ка убери микрофон Че там сидишь Убери микрофон Ну и ты пел здесь Ну Может быть Я в какой-то Знаете Агрессии Может у меня Плохое настроение Да я просто Немощный вери Потому что Павел вращает Немощного вери И мне мешает Этот микрофон Ну-ка убери И Дима Он может сидеть И расценивать Это А что ты так ко мне Относишься Почему ты так ко мне Почему не А где пожалуйста А где еще что-то Может быть Он даже и планировал Убрать на его попозже Но вот это вот Коммуникативная Да моя агрессия Вместо его смирения А моя немощь То что я не смог Вот так вот Долг по-доброму сказать Становится злословием Для него И это непросто Братья и сестры Уверуйте В эту доктрину Смиряться Непросто Эмоциональный окрас Смирения Он равносилен Тому что Как будто бы Тебя злословят И поэтому Апостол Павел Понимая это Он говорит Что сильные То есть Чтобы угодить Другому И смириться Нужна сила Сильные Должны Смириться И вот этот Эмоциональный окрас Который будет От этого немощного Они должны Знаете Как горькую пилелю Съесть И проглотить И это непросто И хочется Разбрыкнуть Хочется сказать Да кто ты такой Но Павел Говорит Нет-нет-нет Поступите Как Христос Ибо И Христос Поступите Так как Христос Вот это Вот и есть Второй шаг К единству Оказывается Недостаточно Просто текст Развешивать Оказывается Недостаточно Просто совершать Массу молитв Хотя мы будем Говорить о молитве Оказывается Для того Чтобы было единство Необходимо Себя Первым учить Настроить На следующее Я сильный Я давно уже верю Я верю Сильного Христа Он мой спаситель И искупитель И поэтому Я иду В собрание святых Чтобы им Угодить Натоптали Помой Попили кофе Бросили чашку Пойди Помоться Другим Это казалось бы Мелочь Иди это сделай Мелочь Мусор Вынеси Из простых вещей Рождается единство У тебя есть другой путь У тебя есть путь Враждовать со мной Как с твоим пастором У тебя есть путь Враждовать С видением церкви С руководством церкви С другими верующими Это тоже путь Но это знаете Путь не Христов Это путь Который не приведет тебя И к единству Путь Приведший к единству Это смирение Я в первую очередь Говорю о себе Потому что если пастор Не умеет смиряться А мне это очень непросто То тогда и пастор Не будет смиряться Но Павел скажет И Христос Сделай так Как Христос Это следующий шаг Почему я это делаю Я это делаю Потому что Это делал Иисус Христос Итак Второй шаг Поступай так Как поступал Христос Не себе угождай А угождай Богу Он приобрел нас Но помни всегда Смиряться Эмоциональный окрас Смирения Равна силен Завословию Но смиряясь Бог вознесет Потому что Священное Писание Никуда не делится Эти слова Что смиряясь К другу Божию Господь вознесет Есть и другая крайность Гордым Бог противится Что ты хочешь Для своей жизни И вот мы подходим К третьему шагу Третий шаг Апостол Павел Говорит что это Писание Третий шаг К смирению Это Писание А все что писано Было писано прежде Написано Нам в наставлении Чтобы мы терпением И утешением Из Писания Сохраняли надежду Смотрите Писание Дает надежду Когда я читаю Писание Я все время Вау Вот она надежда Надежда на вечную жизнь Надежда на обетование Надежда на то Что все будет хорошо В конечном счете Даже если нас убьют Все равно все будет хорошо Потому что мы представим Пред Господа Вы помните Этот текст Изремленном 8 28 по-моему Там сказано Там так написано Кто отлучит меня От любви Божьей Или еще там Дальше Чуть ниже сказано По верующим Все содействует Ка Благу Нужно только найти Это Блага Все Ка Благу Но мне Вот между этими стихами Есть очень нелюбимый Мой текст У меня много Нелюбимых текстов Из Библии Но они там есть Я ничего не могу С этим поделать И между ними Есть такой текст Сначала сказано Любящий Бога Все содействует Ка Благу Дальше сказано Дальше знаете Как сказано За тебя умиршляет Нас всякий день За тебя умиршляет Считает нас Обреченными Ведомыми Как овец На заклане И дальше сказано Что кто откучит Нас от любви То есть Павел Между вот этими Двумя обетованиями А многие их Удрывает из контекста Говорит что Христианская жизнь Связана со страданиями Христианская жизнь Связана со смирением Христианская жизнь Связана со служением Даже тогда Когда тебя не принимают Даже тогда Когда тебя отвергают Но Дальше он скажет Писание Все равно Дает надежду И сохраняет Однако здесь Есть тоже Нелюбимые мною слова Ибо Писание Написано нам В наставлении Чтобы мы Терпением И утешением Сохраняли надежду Зачем ты Павел Пишешь про терпение И утешение мне это очень не нравится. Утешение еще можно, но смотря в каком контексте. Знаете, для того, чтобы угождать немощному вере, нужно понимать, что этот немощный вере будет немощным вере очень долго. И угождать тебе придется не только один раз, в воскресенье. Оказывается, он еще и в среде недели может, и еще, и еще. И он немощный, и тебе приходится, и тогда что делать? Изучая Писание, я вижу, проявляй терпение. Приходится его терпеть. Терпишь, 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 потом скажешь, Коля, хватит! Все, сказал, потом пришел, думаю, Господи. Коля, кстати, недавно попросил мне мебель ему помочь, я отказался. Коля, хватит, я сказал. Он сам все это сделал, потом я дома сидел, и говорю, Господи, прости меня, надо было откликнуться. У меня была объективная причина, это немощный вере, он меня достал уже, нужно что-то там еще, а я тут пастор, почему я должен его мебель, много чего. Плюс жена мне помогла в этом вопросе не идти помогать ему. И я понимаю, что до самом деле Христос так бы не поступил. И я понимаю, что Писание призывает меня к терпению, а дальше сказано, утешение. В чем взаимосвязь? В том, что когда я сорвался в контексте терпения, тогда приходит утешение. Ну ничего страшного, ты ведь все равно не Христос. Но теперь поступи как Христос. И я уже быстро Коля набираю, Коля, я готов когда-то мебель эту таскать. Коля говорит, да, все без тебя, я говорю, слава Богу, пронесло, сохранил надежду. Понимаете, наша вера, она проявляется в обыкновенных бытовых вещах, во взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях друг с другом. И четвертый шаг, это молитва, обращение к Богу. В пятом и шестом стихах апостол Павел скажет, Бог же терпение и утешение дарует вам быть единомыслием. Обратиться, Господи, признать, я не источник терпения и утешения, мне тяжело проявлять смирение, мне тяжело угождать, помоги мне ты. Прошу тебя, ты мне помоги, чтобы у нас было единомыслие между собой. Помоги мне ты, приди в эту ситуацию. Она уже, ну все разрушена, ты помоги мне. И Павел дает вот это вот атрибуты Бога. Помните, он говорит, терпение и утешение в Писании, а дальше он скажет, Бог терпение, Он источник. Бог утешение, Он источник, и Он дарует нам быть единомыслием. Но без первых трех шагов четвертый невозможен. Можно годами молиться о единстве и пренебрегать другими людьми. И тогда не ожидайте единства. Вы можете менять церковь, ходить по церквям, делать что-то еще, но от себя не убежишь. Если ты слаб в вере, это признай. Если ты силен в вере, начни угождать другим. Начни быть таким, как Христос. Начни изучать Писание, потому что оно дает шаг к единству. Я заметил такую статистику. В семье, где совместно читают Слово Божье, конфликтов меньше, чем там, где его не читают. Какое-то вот оно соединяющее действие производит. Мы с братьями, когда собираемся, и с сестрами, мы вначале можем спорить о чем-то, доказывать нам, да на какой машине, или еще что-то там, ну разные моменты. Но как только мы начинаем изучать Писание, приходит, знаете, такой дух соединяющий. И к концу уже такой, знаете, вау, Слово Божье нас объединило. Я угождаю другому, я поступаю, как Христос, я знаю Писание, и я молюсь, Господи, прийди, дай мне вот это единство, дай мне вот это терпение и утешение. Я не знаю, как в ваших Библиях, но у меня написано по учению Иисуса Христа. Этого текста нет, вот этого слова, там есть слово по мыслям. То есть, этот текст нужно переводить следующим образом. Бог же терпение и утешение даруют вам быть в единой мысли между собою по мыслям Иисуса Христа. То есть, когда вы мыслите так, как мыслит Христос. Мыслить так, как Христос, это ключ к единению. И что будет тогда? И шестой стих. Дабы вы единодушно и едиными устами, одними устами, вместе начали славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Вот суть единства. Не в том, что мы, как сектанты, одинаково мыслим. Не в том, что у нас нет каких-то там разногласий. А в том, что в конечном счете немощные веры и сильные веры объединяются вместе для того, чтобы едиными устами прославить Бога и Спасителя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Боже, спасибо тебе за нашу чудесную церковь, за этих чудесных божьих людей. Верую, Господи, что все они сильны в вере. Даже тогда, когда происходит что-то, вот где-то какие-то проблемы происходят. Но я знаю, что они сильны в вере, потому что вера Твоя в них. Господи, научи нас всех мыслить, как Христос. Научи нас всех поступать, как Христос. Быть единомысленными, единодушными. Научи нас всех вместе изучать Священное Писание, думать о Тебе, дома ли мы это делаем или в церкви, на совместных каких-то собраниях, Господи. Помоги нам быть в единении с Тобою, а едиными устами прославлять Тебя. И понимать, что Ты источник терпения и утешения. И тогда, когда у нас нет терпения, когда оно заканчивается, тогда, когда мы где-то взбрыкнули, проявили свою гордыню, Господи, прости нас за это. И помоги нам, Господи, помоги нам всегда поступать, как Христос. Если кто-то сейчас нуждается в этом утешении, утешь. Я не знаю сердца людей, я не знаю, что сейчас их беспокоит, но я знаю, что Ты знаешь. Даруй утешение, даруй надежду, даруй единение и единодушие. Помоги нам всем мыслить так, как мыслит Христос. Распусти нас с миром, и пусть Бог обедает Твою любовь и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами во все дни до скончания века. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова